Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на Ростове, которому предстоит матч с Макаби из Хайфы в рамках квалификационного раунда Лиги Европы. И вот в преддверии этой встречи мне стало интересно, а что же пишут израильские фанаты касательно будущего противостояния. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал Pegasbet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Якир Сапиро написал. Мы с трудом прошли Кайрат у себя дома. Российский футбол куда сильнее казахстанского. И сейчас мы играем на выезде. Увы, шансов очень мало. Но будем верить в нашу команду. Ну, касательно Кайрата, как раз-таки казахскую команду Макаби прошло в предыдущем раунде Лиги Европы. Поэтому здесь получается у них такое, знаете, турне по постсоветским командам. Будем надеяться, что на Ростове это турне и закончится. И что дончане отправят израильтян отдыхать. Шахар Леви написал. В 2007 мы выбили ЦСКА в одной 16-й кубка УЕФА. Почему бы не повторить этот успех? Ну, а теперь с другой российской командой. Ну, кстати, да. Действительно, такой был сенсационный результат. Тогда в ЦСКА играл, по-моему, и Жо, и Дуду, и другие звезды, и Жарков, и Красич. Но сенсационно Макаби смог выбить ЦСКА. Правда, по-моему, уже в следующей стадии израильтяне вылетели. С испанской командой какой-то, по-моему, играли в 1-8 и отправились в Освоясе, проиграв испанца. Рон Зив написал. Ростов сыграл в ничью с участником Лиги Чемпионов, Локомотивом, а потом разгромил своего следующего соперника 3-0. Команда последнее время не пропускает. Боюсь, что у нас сейчас будут проблемы в матче с этим Ростовом. На что Ейал Йосеф Амар написал. Ростов не выигрывал последнего матча. Соперник заболел COVID-19, как Макаби из Тель-Авива. Матч отменили, а победу присудили Ростову. С другой стороны, для них это тоже плюс. Они отдохнут перед матчем, как и мы, после переноса нашей игры. В итоге мы не получим преимущества в свежести игроков. Ну что ж, Ростов действительно получит дополнительное время для подготовки. Ну а касательно COVID-19, да, матч с Ротером был отменен. И здесь получается ситуация в чем-то похожа на положение Макаби из Тель-Авива в рамках Лиги Чемпионов. Напомню, там израильская команда вышла все-таки на матч против Зальцбурга, но без значительной части своих ведущих исполнителей. И в итоге Макаби из Тель-Авива там проиграл. Поэтому сейчас COVID-19 очень много где, ну так скажем, вклинивается в футбольную жизнь и мешает проводить матчи. Что в России, что в Еврокубках. Но будем надеяться, что здесь все будет нормально и обойдемся без переносов. Авиат Ноа написал. Российская Динамо недавно сенсационно проиграла грузинской команде, хотя считалась фаворитом. Почему бы нам не повторить этот успех? Ну будем надеяться, что здесь такого же фиаско не будет. Доран Даниэль написал. Увы, в этом матче нет никакого смысла. Победитель выходит на Тоттенхэм и скорее всего вылетит из Лиги Европы. Хотя у нас есть шанс договориться с Леви. Может быть в нем проснется патриотизм. Но я думаю, вы понимаете, это намек на то, что руководитель Тоттенхэма еврей. Поэтому здесь, может быть, фанаты Макаби и надеются на какой-то, не знаю, договор. Или, не знаю, сговор между евреем-руководителем и клубом из Израиля. Ну, я только так понимаю этот комментарий. Сергей Шнайбер написал. В баскетболе у Макаби был бы шанс, но в футболе, к сожалению, нет. Но учитывая, что в Ростове сейчас нет какой-то суперсильной баскетбольной команды, я думаю, баскетбольный Макаби из Хайфы действительно добился бы победы. Ну и Авив Бахар написал последний комментарий. Главное, чтобы команда успела адаптироваться к российской погоде. Сейчас почти октябрь. В России начинает холодать. Наши футболисты к такому не привыкли. Ну, Ростов-Южный город, не думаю, что там будет так холодно. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.